как дела на пасеке сейчас пойдем посмотрим вот вся моя пасека здесь находится все ульи здесь около 30 пчелосемей а точнее 29 здесь и там еще в кустах улья лежак со злыми пчелами злые потому что во первых там ну одна-то семья с маткой а другая семья сирота она у меня в качестве стартера там у меня происходит вывод маток злющие злющие как серые волки а все почему потому что нету никакого приноса нектара в природе практически ничего нету а то что даже и цветет вот допустим вот зацвела вот здесь люцерна вот видим цветет немножечко вот только-только начала цвести но дело в том что поскольку не было дождей вот только сейчас вот начались дожди буквально два-три дня назад это такие умеренные нету нектаровыделения там он пчеловоды коллеги пчеловоды садили фацелию где-то около двух гектаров но это километра три отсюда туда мои пчелы вряд ли долетают но даже и там где вот это фацелия растет она всего ли она микроскопическая всего лишь сантиметров 15 высоту зацвела уже сегодня 1 июля но как говорят те пчеловоды что там пчелы ее не посещают все потому что фацелия это цветет а нектара не выделяет поскольку земля сухущая накинул всем пчелосемьям магазины это такие надставки с маленькими рамочками куда возможно пчелы будут приносить свой нектар и где будет мед ну конечно же сейчас эти магазины полностью сухие пустые меда в них нет но так положено поставил потому что хотя бы просто для того чтобы увеличить объем объем пчелиного улья что было им не так тесно чтобы был какой-то воздухообмен потому что жара грядет посмотрел я в прогнозе плюс 33 обещается неплохо хорошая погода я не жалуюсь конечно отлично когда идет небольшой дождик вот как сейчас вчера была грозушка и два дня назад была гроза но это все поздно надо бы вот чтобы они шли то эти дожди в мае в июне как говорится люблю грозу в начале мая здесь у меня так называемый нуклеусный парк вот здесь нуклеусы это такие микро маленькие ульи в которых тоже живут заселены пчелами они и в них находятся сейчас матки матки неплодные и задача то этих нуклеусов в том чтобы матка в них облетелась чтобы она спарилась с трутнем и я убедился в том что в том что матка уже откладывает яйца ну и такую матку уже можно предложить людям продать здесь вот тоже нуклеус кстати очень удобный вот этот улей недавно купил их здесь две пчелосемьи здесь и здесь и разделены перегородкой ну давайте посмотрим раз уж видео про пасеку ветра вроде нету смогу одной рукой это сделать вот таким образом здесь одна пчелосемья ну с трудом можно назвать пчелосемьей потому что тут всего лишь на двух рамках здесь вот маточка неплодная она уже давно тут сидит а эту я вот только что вчера подсадил подсадил сначала ее просто на рамки выпустил смотрю облепили клубом нет все-таки обратно ее посадил в клеточку чтобы пчелы ее не убили а то они привыкли к своей старой матке старую матку я изъял вчера и сегодня эта матка уже отправится покупателю а эта маточка пускай посидит пару дней вот так вот потом пчелки здесь прогрызут корм вот там вот они уже занимаются этим уже пытаются прогрызть пчелинный корм называется канди и через маленькое отделение проберутся к маточке познакомятся с ней ну и дня через два наверное я уже ее выпущу отсюда сейчас пока рано попытался но смотрю ее облепили клубом хотят ее уничтожить нет не надо мне такого счастья чтобы уничтожали матку здесь вот тоже примерно такая же история давайте откроем посмотрим микронуклеус покупал я его фирмы лысонь ну вот видите маленькие микро рамочки здесь сидят пчелки вот так происходит а там вот клеточка с маткой положил ее на дно пчелы облепили тоже они ее не хотят принимать так сразу поэтому постепенно постепенно не торопясь пусть это происходит вот отлично только что прошел дождик что-то типа грозы и вчера тоже был такой же хороший приятный теплый дождь летний люблю я такую погоду когда и дождишко и в то же время вот уже небо прояснилось сейчас солнышко засветит будет тепло самое то самое то но поздно поздно очень поздно все это происходит ну и здесь вот у меня злая пчела семья ну пока их не откроешь то они не бросаются если конечно попробовать открыть крышку там начинать что-то делать с ними какие-то манипуляции так хорошо ли закрытая проверю все прекрасно вот смотрите интересное тут приспособление для поимки раев раи когда выходят пчелиные они вот на эту рамочку прививаются сюда вот садятся и потом просто берешь ее тут крючочек и просто стряхиваешь в раевню были два роя у меня в этом году хоть пасека и не роится но 2 роя это совсем ничего совсем ни о чем когда-то я по два роя в день собирал а сейчас всего лишь два роя за месяц очень хорошо кроме погоды все хорошо по вишня уже красненькая поспела сейчас съем тут в тени потому что вот она и поспела вот еще такая же прививочная рамка из бересты тут я мажу опероем и пчелки сюда как магнитом садятся ну что ж такие вот дела пчеловодные пасечные вроде все семьи перебраны нигде роевых настроений я не видел кое-какие слабенькие есть потому что я почти всю пасеку делил делал отводки делал пчелопакеты поэтому у меня здесь ульев то много но пчелосемьи это в них ну не сказать что слабые но средние средние по количеству по силе вот опять дождишко накрапывает замечательно хороший ты дождь молодец но где ж ты был в мае месяце где ж ты был в июне засушливые годы продолжаются засуха продолжается я все каждый год надеюсь что может быть пройдет дно этой засухи и начнутся все-таки дождливые года как и было раньше всегда здесь в курганской области почему я выбрал то вообще курганскую область потому что в отличие от свердловской области здесь по суше если там в свердловской области проливные дожди шли все лето и всю почву размывала невозможно ни пройти не проехать то здесь то поменьше было всегда тут вообще в принципе более засушливый климат но здесь были всегда хорошие грозы и теплая жаркая погода и поля степи полностью усеянные заросшие медоносными травами но все изменилось как только я поселился поселился здесь в деревне развел тут пасеку все полностью изменилось вот такое испытание мне ну что ж вот показал пасеку вам примерно так сейчас все выглядит 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 Продолжение следует...